В своей последней работе «Лилиом» по пьесе венгерского драматурга Фернса Мольнара, пьеса написана в 1910 году, это классик венгерский, она делалась театром для венгерской драматургии, декады венгерской драматургии. Это спектакль и пьеса о попранном человеческом достоинстве, о большом таланте, который не может найти применение в буржуазном обществе, о трагедии большой любви двух людей, о гибели человека в этом обществе. В спектакле заняты наши ведущие актеры. Лилиома играет заслуженный артист Республики Леонид Марков. Занята в спектакле заслуженная артистка Шапошникова, Нина Дробышева, Валентина Талызина, Сулимов, Калмыкова. Мне очень помог в работе над этой пьесой наш, так сказать, постановочный коллектив. Это художник Николай Львович Двигубский и композитор Юрий Маркович Буцко. Дурочка ты, букашка, да у меня за женщинами дело не встанет. Не только служанок, прислуг там, горничных, а и гувернанток. Даже француженок самых шикарных штук двадцать. Только позови. Знаю, господин Лилиом. Что ты знаешь? Вот хитрая какая. Что вас женщины любят. Но я только потому осталась, что вы были добры так со мной. Ну, тогда можешь убираться домой. Теперь уж, коли осталась, не пойду. А если оставлю тебя сидеть вот здесь на всю ночь? Все равно не пойду. Ну, тогда знаешь, кто ты такая? Я один раз была уже такая из-за зноба. Я тебе сейчас расскажу, как это было. Значит так, как-то однажды вечером, когда на карусели уже погасли все огни, приходит одна. Девица в таком большущем платке. Вы кто такой? Кто я? Встать, когда говорит полиция! Ваше имя? Андрей Заводский. Ну-ка, придержите ее малость. Так, кто вы такой? Валаганщик. А смеется доложить, господин комиссар? Я его знаю. Это Лилио. Уж ему не раз приходилось бывать у нас в участке. Ах, это цель. У кого сейчас служишь? На карусели. На карусели давно закрыты. Чего домой не идешь? Мы просто сидим с этой девушкой вдвоем. А это что, твоя очередная? Нет. Кто такая? Юлия Зеллер. Прислуга? Служанка у барина Колича, чиновника железнодорожного на улице Деменча, 20. Ну-ка, смотрите ей руку. Прислуга. Лучше б тебе не сидеть с этим жуликом. А смелись доложить, господин комиссар. Они только того и ждут, как бы под кустиком пристроиться. Я хочу растолковать тебя, девочка. Этот парень девушек соблазняет, поэтому его и наняли на карусель. Знаем мы этого молодчика. Заманит девушку, пообещает жениться. Если завтра придешь, я тебя вышвырну, так и знай. У меня и денег-то нет. Слыхал ли, Лем? Нет у нее денег. Да не за денег здесь... Да молчать, Неприкослович! Я хочу растолковать тебя, девочка. Этот парень девушек соблазняет, поэтому его и наняли на карусель. Заманит, пообещает жениться, деньги и кольцо отберет. У меня и кольца-то нет. Неприкословь, когда с тобой господин комиссар говорит. Мне для тебя дела нет. Скажи спасибо, что предупредил. Счастье твое, что не я твой отец. А этот парень, соблазнитель, соблазняет девушек, прислуг. Бояться его нечего. А если хочешь идти, можешь идти с нами. Господин полицейский тебя проводит. Значит, я должна идти? Нет, дело твое. Тогда я останусь, господин полицейский. Как знаешь, я тебя предупредил. Спасибо большое, господин полицейский, за вашу деликатность. Пойдемте, Беркович. Ну? Что, ну? Вы рассказывать начали, что как-то раз вечером, когда лампы на карусели погасли, вот до этих пор и рассказали. Да, действительно. Приходит одна, значит, в большущем таком платке. Слушай, а ты не боишься здесь оставаться со мной? Ведь ты же слышала, что сказал полицейский обо мне, что я деньги у тебя отберу. А что у меня отнимать? Ведь у меня сейчас и нет ничего. А колебудут, я вам и сама отдам все. Мне? Да, ежели попросили бы. У тебя уже был кто-нибудь, кому ты помогала? Нет. Ну, любовник у тебя был? Нет. Ну, кавалер с кем гулял? Да. Солдат. Земляк. Каждый солдат земляк. Ну, что, любила ты его? Что вы меня мучаете, господин Лилем? Не любила я его. Так только гулять с ним ходила. Куда? Сюда, в парк. Ну, а честь-то свою ты где потеряла? Нет у меня никакой такой чести. Так ведь была же. И не было никогда. Я девушка порядочная. Ну, ты же сама говоришь, что ты помогала этому солдату. Ну, а то как же. Только не любила я его. А меня любишь? Нет. Ну, что ж сидишь здесь со мной? Почему домой не идёшь? Так просто. А на там площадку пошла бы со мной? Нет, я свою невинность берегу. Да на что она тебе? Да потому что я замуж и не собираюсь даже. Кабы собиралась, тогда бы не стала беречь свою невинность. Тогда уж всё одно. Ну, а коли так, так ведь надо же остерегаться, чтобы остаться честной девушкой. Ну, а если я тебе вот сейчас скажу, что женюсь на тебе? Вы? А, испугалась? Вспомнила, что полицейский-то говорил? Струхнула, небось? Нет, по мне пускай говорит, что хочет. А что, замуж выйти за меня согласилась бы? Я только одно знаю, что клюш полюблю кого, тогда мне хоть умереть. Нет, пошла бы замуж за такого бродягу, как я. Ну, если б любила. Тогда хоть за самого палача пошла бы. Ну, ты же сказала, что ты не любишь. Чего же домой не идёшь? Теперь уж не могу, там все спать легли. Двери заперли. Да. Господи, неужели из такого шалопая, как я, мог бы выйти порядочный человек? Даже вполне. Неужели из того, что они... Продолжение следует...